Атвинта! Здравствуйте! Вы смотрите 102 выпуск Флайт ТВ, авиационные телепрограммы для всех влюбленных в небо. Атвинта! Новости авиации Пилот из Красноярска Виктор Каменюк работает на Дальнем Востоке и Российском Севере и сталкивается с транспортными проблемами. Он говорит, что начавший был развиваться проект ТВС-2МС затормозился из-за санкций, наложенных на используемый в нем североамериканский двигатель. Станции, которые нам ввели, они не позволяют регулярных поставок этого двигателя, требующих запчастей, эксплуатационные материалы. Поэтому, видимо, заказчики отказались от этого двигателя. В полетах у него родилась идея двухдвигательного Ан-2. Самолета именно такой размерности не хватает в Сибири и на Дальнем Востоке для местных и бюджетных региональных перевозок. По постребованности самолета Ан-2 200 машин, как минимум, требуется для Якутии. Вот этот аппарат очень важен в северных регионах, освоении Арктики и Антарктики, Северноморской путь. Первый вариант – ремоторизация Ан-2, для которой потребуется капитально-восстановительный ремонт старых фюзеляжей с заменой моторама и установкой двух двигателей. Российско-германского производства двигатель РЭД – дизельный двигатель с мощностью 500 лошадей. Также мы планируем ставить двигатель с президентского автомобиля «Аурос», который сейчас успешно модернизируется в авиационный. Также планируем поставить двигатель ВК-800 турбовинтовой с мощностью 800 лошадей. В этом варианте у нового самолета летно-технические характеристики останутся как у Ан-2, но на 500 кг увеличится загрузка на короткие рейсы до 5 часов, и благодаря двум двигателям он сможет перевозить до 15 пассажиров. А при выполнении авиационных работ с расходом 100 литров в час будет проводить в воздухе до 12 часов. Планируемая стоимость летного часа на двигателях РЭД – 45 тысяч рублей, на ВК-800 – 65 тысяч рублей. Для второго поплавкового варианта потребуется новый алюминиевый фюзеляж с большими габаритами. Этот самолет сможет брать до 17 пассажиров или до 4 тонн груза. По словам Виктора, в данный момент ведется подготовка к производству опытного образца на базе Ан-2 при поддержке правительства Приморского края. Самарская самолета-строительная компания «Чайка» на днях выпустила очевидность. Очередную летающую лодку – четырехместную Л-65. Основная идея новой модели – корпус от старшей шестиместной модели Л-72 с двигателями Ротекс-915. За подробностями наша съемочная группа отправилась в Самару. Размер новой лодки больше Л-45, но меньше Л-72. 11 метров в длину, 14 метров размах крыла. В самой широкой части салона – почти полтора метра. По словам производителя, в ней уже летали четверо мужчин, каждый весом за 110 килограммов, и всем было комфортно. В крыльевых баках 500 литров топлива на 2500 километров полета с крейсерской скоростью 230 километров в час, что позволяет без проблем летать на автономную рыбалку в радиусе 1000 километров от ближайшей точки заправки. А учитывая, что Ротексы летают на автомобильном бензине, фактически это вся Россия. С появлением Ротекса 915 лайкоминги, в общем-то, на этот самолет не нужны. Поскольку лайкоминги имеют высокую мощность, но она, в общем-то, получается не бесплатно. Очень большой габарит двигателей, большой вес. Масса сухого Л-65 тонна. Максимальный взлетный вес по документам – 1800 килограммов. Два 915-х Ротекса отлично справляются с такой загрузкой. Возможны продолжения взлета с полным взлетным весом на одном двигателе со скороподъемностью 1,5 метра в секунду и горизонтальный полет на одном двигателе в номинальном режиме со скоростью 170 километров в час. В салоне этой версии четыре кресла, но по желанию заказчика можно поставить еще два и летать в шестером за счет уменьшения дальности. В данном варианте четыре человека и полное топливо, он улетит с отдачей на 2,5 тысячи километров. Вот, соответственно, если берем еще килограмм 200 груза, ну, чтобы не приезжать взлетный вес, это 1600-1700 километров. Как по-настоящему единичный экземпляр воздушного судна, самолет собирается под заказчика. В зависимости от бюджета и желания владельца можно установить любую авионику. От российской Гланс-Авионикс до трехтысячного Гармина. И любые дополнительные опции, которые впишутся в габариты и взлетный вес. Например, в этом самолете установлена кофемашина и есть мужской биогальюн. Самолет оборудован автопилотом, радиостанциями авиационного диапазона, морского диапазона, ну и остальным оборудованием. Сейчас, в принципе, проблем никаких нет. Можем устанавливать любое сложное оборудование, включая там метеллокаторы. Атопилоты двухосевые, трехосевые. Корпус Л-65, как и всех остальных лодок самолетостроительной компании «Чайка», сделан из эпоксидной смолы, стеклоткани и пенопласта. У них у всех отличная ремонтопригодность. Большинство повреждений корпуса, где не затронута механизация или электроника, можно устранить с помощью купленных в хозяйственном магазине эпоксидки и стеклоткани. А вдалеке от цивилизации возможен и оперативный ремонт. Лучше всего возить с собой небольшую аптечку. Это может случиться где-то на озере. Если топляк или еще что-то подловить, то можно купить рулонный пластик. Он продается в строительных магазинах. И суперклей вырезается, ставится. И через 10-20 минут можно разлетать без всяких проблем. Все это было, это все опробовано руками. Не нужно никакой ни заклепки, ни куски алюминия с собой возить, или не заказывать все запчасти и вызывать какую-то бригаду. Заказчик первого Л-65 – известный австралийский пилот Майкл Смит, который пролетел кругосветку на Сирии в 2015 году. Это единственный одиночный кругосветный перелет одномоторного гидросамолета с одним пилотом. А перегоняя свою лодку домой, Майкл заодно решил повторить маршрут первого почтового самолета, демилитаризованного двухмоторного бомбардировщика Виккерс Вимми, который сто лет назад вылетел из Лондона в Австралию. Поскольку эта амфибия сделана под дальние маршруты, здесь установили три независимые навигационные системы – MGL, Airnav Pro и Garmin 430. А также четыре вида связного оборудования – две авиационные радиостанции, одна морская и стационарный спутниковый телефон. Для увеличения дальности в салоне самолета поставили мягкие баки общей емкостью 400 литров, объединив их системой перекачки топлива с основными баками. В итоге получился сверхдальний для такого класса самолет, способный проводить в воздухе 24 часа и пролетать без посадки 4000 километров. Напомним, туалет здесь тоже установили. Должен сказать, что я очень доволен исполнением. Разработчики шли к этой модели почти 20 лет, постоянно что-то доводя и улучшая по ходу. Ну и плюс новые 915-е Ротексы, конечно. По ощущениям, у него очень большой запас мощности. И крылья длинные, почти как у планера. Майкл был приятно удивлен L-65, ее характеристиками, управляемостью и возможностью полета с одним двигателем. Больше всего Майкла поразила скороподъемность и управляемость самолета на одном двигателе. По его словам, единственная амфибия, которую как-то можно поставить рядом по этой характеристике, это AirCam – двухмоторный поплавковый верхний план с толкающими винтами и двухместной открытой кабиной. Но AirCam – ультралегкий поплавковый самолет, а L-65 – летающая лодка со взлетным весом в 2 тонны. Дмитрий Грехов и его команда готовы строить до 9 самолетов в год. Срок изготовления летающей лодки – примерно полгода. Если захотите отделку салона из кожи кенгуру, как у этой лодки Майкла, будет немного дольше. Сделайте заказ зимой, и к началу лета и у вас будет такая машина. На L-65 вы сможете летать в любые труднодоступные места как в России, так и по всей планете. Что делать, когда хочется какой-то самолет, но на него нет средств? Можно купить ресурсный с большим налетом и перебрать его. Можно купить кит-набор, если он продается. А если не продается, а стоит слишком дорого, можно купить чертежи и построить самому. Этот путь самый затратный по времени, зато самый бюджетный по финансам. Именно этим путем пошел Алексей Яблоков, построив себе пилотажный самолет ПИЦ. Подробности в нашем материале. Алексей Яблоков родом из авиационной семьи. Его дед воевал на Каталине во Вторую мировую. Отец закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, а еще и дядя авиационный техник. Стать пилотом после школы у Алексея не вышло. Он занимался авиамоделизмом и стал чемпионом России в классе радиоуправляемых моделей. С годами авиамодельное хобби плавно перешло к строительству настоящих самолетов. Алексей стал строить пилотажники. Сначала Хани Би Аш-2, потом Авиатику 890, и третьим стал ПИЦ С-1С. Простые полеты, ну, не очень они интересны. А пилотаж, и опять же, поспособствовал занятию пилотажными радиоуправляемыми моделями, то есть, ну, интересно. То есть, именно вот экстремальные полеты, все время на грани фола, игра со смертью, ну, и вот. Хочется риску. Первый полет ПИЦ С-1С был в 44-м году. Это пилотажник, созданный специально для авиашоу и показухи. Очень эффектный и зрелищный самолет и на земле, и в небе. Сегодня его можно купить в США как кит-набор, но Яблоков купил чертежи и построил сам стопроцентную копию. Это не кит, здесь полностью все самодельно. Это не набор. Это даже кит. Никаких китов. Ну, кит-набор этого самолета стоит больше 50 тысяч долларов. К сожалению, я не владею такими финансами. И этот самолет сделан полностью самодельный, полностью, грубо говоря, в основном из наших материалов российских. Единственная здесь покупная вот эта вот степляшка фонаря. На все материалы, включая фонарь, ушло более миллиона рублей. За 350 тысяч рублей ему повезло найти убитый в хлам 360 лайкоминг на 200 лошадиных сил, плюс материалы на восстановление двигателя, плюс авелника. Весь самолет обошелся Алексею в 3 миллиона рублей и два года нелегкого труда. Считаете, что это много? В США аналогичный новый заводской пицц стоит 215 тысяч долларов. Этот самолет можно сравнивать со спортивным автомобилем. Он строгий и непростой для новичков, с особенностями пилотирования. Например, здесь нельзя пользоваться тормозами при пробеге. У нас старая школа, вот эта, они летали немножко, ну, слетали, посадились немножко по-другому. Вот эти, использовали тормозов. Здесь даже в РЛН написано, тормоза не трогать ни в коем случае. То бишь, надо вот эту, координация движений, и все. Все просто делается более быстро. Это так, как сравнить ВАЗ-2106 и какую-нибудь заряженную Ламборджини, да? Сейчас какого-то посадить, рядового пользователя в Ламборджини, он сожгет сцепление сразу ей. Или тормоза подпалить. Вот и все. Это то же самое вот с этим самолетом. Из других особенностей Питца, у него нет закрылков, предкрылков и щитков. Управляется он только элеронами и рулями высоты и направления. При этом посадочная скорость у него высокая. А из-за слабых амортизаторов, вертикальная скорость на посадке должна быть минимальной. Иначе он будет козлить. И в конце концов, плохой обзор из кабины. Зато в воздухе это король пилотажа. Полет Беплана красивее и интереснее для зрителя. Питц очень послушно идет за ручкой, информативно и заранее предупреждает о срыве. В общем, тем пилотам, кто хочет летать на пилотаж, стоит к нему присмотреться. Кстати, этот самолет Яблоков построил для себя. Но если вдруг найдется покупатель, построит себе другой. 102 выпуск Флайт ТВ подходит к концу. Далее традиционная рубрика без комментариев. А я с вами прощаюсь и напоминаю о продолжающемся розыгрыше видеоэндоскопов и аэронавигационных карт. Подробности на сайте flighttv.ru В студии, как всегда, был Александр Швыткин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»